Эта хитрая троица в отсутствии матери всегда собирается в кучку. Таким нехитрым способом лисята сохраняют тепло, так как собственная терморегуляция у них развита еще плохо. Такие мы красивые. Нас три. И все разные по характеру. Мы за ними наблюдаем. Вот из всех у нас есть лидер, вот этот самый спокойный. Один у нас работяга, который все время работает. Но очень забавный. Чуть больше месяца назад они были слепыми и глухими. Трудно поверить, что еще совсем недавно вот эта троица, родившаяся в преддверии Дня Святого Валентина, 13 февраля, была величиной в палец и абсолютно черная, как уголь. Сейчас они уже серые, но когда вырастут, они станут рыжими, такими же, как мы их привыкли видеть. Мы стали первыми, кому их разрешили снять. И то мы это можем сделать только, когда лишь их мама находится в соседнем вольере. Пока мы находились в вольере с лисятами, в соседнем процветало воровство. Мексиканские белки нагло кормились с миски белки алтайской, сбрасывая съестные припасы своим родичам. Вообще такого разнообразия животных в Орле не увидишь нигде. Декоративного кролика пока тому не надоест, белки используют как кровать. Пока нет лишних помещений, вольеры – сплошная коммунальная квартира. Этот вольер мы называем «дружная семейка», так как здесь несколько видов попугаи и корыла, волнистые попугаи. Голод у нас, который в неволе также у нас появился, но почему-то родители отвергли, здесь его приняли. Здесь вообще принимают многих. Значительную часть постояльцев принесли сюда жители Орла. Сейчас выставка готовится к новому сезону. Ремонтируется оборудование, будут и обновки. По проекту здесь будет установлена крепость деревянная с башнями. Здесь будут различные качалки, маленькие карусельки, красивые скамеечки. Обозначен центральный вход на площадку, два боковых входа. Площадь крепости, которая появится на месте стареньких домиков, около 900 квадратных метров. Поставить ее меценаты обещают уже к майским праздникам.